Доброго времени суток! Граница в минус 50 тысяч и когда нас просто не переизберут на следующих выборах. Соответственно, нам нельзя этого допустить. У меня в целом есть кое-какой план, которого я планирую придерживаться. И сейчас я буду вам о нем на паузе рассказывать. Поехали! Давайте сразу же займемся чисткой заданий. У нас есть их огромное количество, и некоторые из них никаким образом на поддержку не повлияют. Например, это задания от брокера. Мне не нравятся они, я надеюсь, что он подкинет нам что-нибудь более интересное. Поэтому я отказываюсь от союзов, я отказываюсь от разрешения на строительство, потому что этот указ увеличивает стоимость построек жилых и переводит часть денег на счет в швейцарском банке. Конечно, счет в швейцарском банке это классно, но мы не располагаем большими суммами для того, чтобы себе такое позволить. Что касается заданий от интеллектуалов, это задание нам придется оставить, потому что если я от него откажусь, соответственно, мы потеряем еще поддержку, которая нам так сейчас необходима. Дальше есть задача от милитаристов. То же самое, что и с предыдущими. Здесь отказываться нельзя. Задание от промышленников мне в целом нравится. Я как раз планировал конституцию немножечко изменить, потому что это нам сейчас требуется. По поводу Китая, Китай тоже идет нахрен. Это ни на что не повлияет, так как Китай у нас не в посольстве и не является союзником. У нас сейчас там Евросоюз сидит. И вот что касается заданий от Евросоюза, скорее всего, их придется выполнять, если они появятся. Но я не совсем уверен, что это будет влиять как раз на поддержку. Значит, у нас есть 53 тысячи. Что я планирую сделать? Во-первых, я сейчас, кстати, еще зайду в исследование и здесь немножечко тоже поработаю. Мне не нравится все вот это, потому что здесь было сделано в большей степени рандомно. Мне понравился вот этот вот указ, я тут посидел, почитал. Скорость транспорта, передвигающегося по дорогам, повышается на 15%. Стоимость указа 600 в месяц. Это первый уровень этого указа, соответственно, этот уровень будет повышаться. Я так понимаю, что немного увеличится еще скорость, а стоимость немножечко уменьшится. В условиях, когда у нас достаточно много товаров и нам нужно быстро все довозить до порта для того, чтобы продавать. Эта штука нам на самом деле нужна, поэтому я ее с вашего позволения возьму. Давайте заглянем к пиратам, посмотрим, что у нас здесь все хорошо по очереди, чтобы мы не пропускали возможность привезти каких-нибудь дополнительных товаров и, соответственно, их продать. Что такое охота за сокровищами? Чертеж, доступ к режиму инструмента и 10 тысяч. Но вообще звучит неплохо на самом деле. Слушайте, может быть попробовать побаловаться этим всем? Давайте вот так вот один засунем сюда и остальное мы сделаем уже вот как всегда. То есть всякое разное будем завозить, потому что всякое разное стоит по-разному, соответственно. Замечательно, с этим вроде разобрались. Давайте отправимся в конституцию и сразу же сделаем то, что от нас хотят промышленники. Это никак не должно сильно повлиять. Ну, может быть и повлияет, но прямо не жестко. Значит, во-первых, мы можем изменить с вами не только то, что просят они, а что-нибудь еще. Я бы в данном случае изменил бы государственный контроль СМИ, удваивать вероятность успеха пропаганды, передаваемой изданиями СМИ. Все здания СМИ снижают свободу на 5 в дополнении к изменениям от режима их работы. Это я выбираю. Ну и дальше я еду вот сюда и говорим о том, что нам что нужно? Нам нужно на наблюдение в целях безопасности. Соответственно, вот это... Блин, а вот это осталось? Нет, не осталось. Государственный контроль СМИ проверяем. Ага. И наблюдение в целях безопасности. В общем, может быть, конечно, это снизит уровень свобод, но это нам поможет сейчас добиться поддержки, во-первых, от промышленников. И мы сейчас увеличим процент. Я потому что возьму именно поддержку. А во-вторых, мы будем с вами пользоваться услугами пропаганды, ибо ситуация критичная и по-другому просто-напросто никак. Поехали сразу же вот сюда. Здесь у нас есть газета с вами, которая в целом работает. И мы с вами сможем здесь сделать тоже изменения. Уровень одобрения граждан, проживающих поблизости от редакции газеты, немного повышается каждый раз, когда они ложатся спать. Снижает уровень свобод на 30. Вероятность маленькая. У нас есть конституция, и у нас есть вот этот режим работы. Все равно, так или иначе, здесь как бы будет вероятность хоть какая-то, что мы переведем кого-то на свою сторону. Дам я этим ребятам денег, пускай они работают на полную. Чем еще можно воспользоваться? Ну, мы можем зайти в наш замечательный смартфон и посмотреть, что кому-то можно лайк поставить. Например, плюс 2 консерваторам и минус 1 интеллигенции за счет этого. Давайте зайдем в альманах и глянем, как у нас там отношения. Значит, консерваторы у нас на дне. Интеллигенция, ну, более-менее. То есть, плюс 2, минус 1. Ну, я считаю, что это нормально. Можно такой вариант оставить. Есть также плюс 2 верующие и минус 2 милитаристы. Либо наоборот. Давайте опять же глянем, потому что нужно здесь проверять. Значит, верующие 47, милитаристы 40. Ну, наверное, я бы поставил здесь лайк, так сказать, милитаристам, потому что все-таки нам нужно с ними какие-то хорошие отношения поддерживать, ибо там фракция прям хромает. Окей, с этим разобрались. Что будем делать дальше? Дальше мы будем вкладывать бабло, потому что деньги нам однозначно нужны, мы сможем еще кого-то подкупить. Давайте заглянем в торговлю, как у нас здесь дела. У нас здесь кожа, у нас здесь одежда и у нас здесь сигары. Пока что, ну, можно разблокировать еще одну, наверное, не вижу пока в этом смысла, хотя в дальнейшем, наверное, желательно все-таки это сделать. Будем надеяться на то, что у нас это получится и денег на это останется. Ну, я не вижу каких-то крутых контрактов, да? Ну, вот, например, видите, 61 на каучук. Было бы классно, но мы столько каучука не производим, он идет у нас весь сейчас на производство автомобилей. И как раз это производство я планирую забустить. Давайте посмотрим, сколько у нас остается электроэнергии. Ее сейчас у нас есть плюс 207. Но мы помним, что вот здесь зарплата еще не максимальная и, соответственно, можно увеличить, сделать чуть больше. Вообще, по-хорошему, на 2-мную энергетику переходить. Но это стоит гигантских денег. Пока что 40 тысяч на одно здание мы не можем себе позволить. Поэтому, если меня сейчас подожмет энергия, а она меня подожмет, скорее всего, я поставлю еще одну пока что электростанцию обычную. И потом мы будем уже в дальнейшем выходить к чему-то другому. Потому что, ну, не можем мы себе сейчас позволить 40 тысяч потратить на это. Поехали к заводам. Я буду строить сейчас следующее. Я хочу увеличить производство автомобилей. И построю я вот здесь автомобильный заводик. И я хочу построить, знаете, что еще? Я хочу построить еще один завод электроники. Это как бы цепочка производственная, которая состоит из трех ингредиентов. И то есть, соответственно, электроника все-таки чуть-чуть дороже, чем что-либо другое. И мне такой вариант нравится. Что еще у нас есть? У нас есть огромное количество зданий, которые бревна производят. Это все классно, но в большей степени нам сейчас нужно перевести товары из одного места в другое. И привести товары вот сюда. Поэтому я позволю себе построить еще компанию перевозчиков. Ибо они нам обязательно должны помочь с этой проблемой разобраться. Наверное, поставим высокую важность и высокую важность вот здесь. И плюс я еще вернусь вот сюда. Мы давненько сюда не заезжали. И построю еще одну компанию перевозчиков вот здесь. Уверен, что это сейчас поспособствует тому, что мы сможем с вами чуть быстрее получать товары в порту. И, соответственно, чуть быстрее получать бабло. Давайте смотреть, что из этого всего выйдет. Я ставлю пока что скорость вторую. Мы будем следить за поддержкой 33%. Это как бы ни о чем, потому что поддержка, уж поверьте мне, сейчас будет падать. Постоянно приходится комментировать вот эту историю. Мне нужно отказываться от этого задания. Мне никакие союзы с другими странами уже не нужны. Мне нужен только союз вот с теми, с кем уже есть. Возможно, я даже какую-то финансовую помощь у них буду просить. Потому что нам нельзя упасть меньше, чем 50. Если что, придется издать указ, который нам даст денег. В данном случае просто их напечатает. Ибо иначе мы можем проиграть. Но это на крайний случай, если уж поймем, что поджимает. Короче, пока что ожидаем то, что машинки нам сейчас привезут сюда разные товары. И уже привезли на 22 тысячи. Здесь тоже 26. То есть, ну, хоть что-то. И можно попробовать сейчас подумать, что мы еще бы хотели построить. Ну, я пока каких-то вариантов не вижу. Да, то есть, если строить что-то типа шоколадной фабрики, то это нужно производить сейчас какао и сахар. Мы не производим это. Я не готов строить фермы, наверное. Все-таки мне больше нравится что-то типа дома моды, может быть. Хотя не уверен, что нам кожи хватит. Либо уже разблокировать какое-то более серьезное здание. Но тут есть один нюанс. Нам может не хватить тогда электричества. И придется сначала строить именно электростанцию. Что можно сделать в электростанциях? Слушайте, погодите-ка. Мне кажется, я тут лазил и знаете, что нашел? Смотрите, сейчас покажу. Улучшение ПО проверки на выбросы улучшает отношение экологов на 5. Как вам такое? Это за 500 долларов всего лишь повышает нам уровень поддержки. Я думаю, что этим тоже можно будет воспользоваться. Немножко денег нам сейчас завезли. Я пока, наверное, тратиться не буду. Вижу, что уже один завод почти построили. И его построили. Сейчас сюда завезут товаров. И дело должно пойти. Уверен, что количество денег, которое мы будем получать, должно увеличиться. Кстати, обратите внимание, сорокет мы здесь уже имеем. И это неплохо. Но у нас есть огромное количество бездомных. И у нас нет пока что пропаганды, которую я, наверное, бы сейчас хотел бы тоже разблокировать. Пропаганду я имею в виду в виде электростанции, а радиостанции, конечно же. Ну и надо какой-то контракт обязательно тоже выбрать. Пластмассы, сигары. Сигары мне нравятся, потому что они как бы никуда не используются, кроме как на продажу. Ну и, собственно, получается, что все. Давайте, наверное, выбирать сигары. Немножко возьмем. Я беру вот в таких контрактах. Я буду брать немного, потому что всего лишь плюс 10. Там, где будет серьезный прирост к деньгам, я буду брать, конечно же, больше. Есть 20-ка. Давайте 20-ку тратить. Вообще нам нужно также электрифицировать все здания. Но об этом попозже. Пока что мы не готовы. Энергии нам не хватает. Поехали в СМИ. Берем радиостанцию. И говорим, что хотим ее куда-нибудь построить. Значит, радиостанция транслирует пропаганду, которая воздействует на всех занятых. Поблизости рабочих. Ну, то есть, в данном случае, вот здесь, это смотрится неплохо. Да, потому что здесь дохрена всего. Блин, единственное, что она вот сюда, например, не встает. И это немножечко расстраивает. Если честно, я бы очень хотел ее где-то здесь увидеть. Ну, можно вот здесь, например. Но она тогда туда не дотянется. Да, если вот сюда. Слушайте, наверное, вот здесь будет неплохо. Она себя чувствует. И до автомобильного завода второго дотянется. То есть, в целом, будет влиять на большое количество зданий. Соглашаемся на это. Стоит она, в принципе, недорого. Стоит 2 400. И я тогда, я позволю еще одну сюда поставить. Потому что здесь нам тоже надо. Правильно ли я место выбираю? Вот это? Или все-таки куда-то туда оттянуть? Слушайте, ну, наверное, вот это, да? Потому что, ну, вы понимаете, почему охватываем много. И это хорошо. Вообще, можно попробовать еще министерство построить. Тема тоже нормальная. Стоит в целом не уж так дорого, как могло бы быть. Но я бы, наверное, что-нибудь типа музея детства сделал. Видите, воздействует на посетителей. Уровень благосостояния не важен. И стоит недорого. И еще электричество не требует. Давайте сейчас вот здесь приоритетики выставим. В принципе, они уже начали это строить. У меня есть немножко денег. Видите, опять 30 стало. Вот так и будем сейчас жить на этих качелях. К сожалению, без вариантов. И после строительства зашлем сюда, конечно же, улучшение. Вот это замечательное. Ибо нам здесь нужно много людей. Пока что поднимать. Ладно, чуть-чуть подниму, чтобы сюда быстро людей устроить. И попробую вот эту штуку поражать. Смотрите, 30-очка у нас. 29 нажимаем. И 31 становится. Ну, так себе, но все равно. Давайте здесь это прожмем. Отношение экологов штука хорошая. Вот 34% чуть-чуть подняли. Что, несомненно, здорово. Что будем дальше делать? Да дальше будем ждать, на самом деле. Лучших времен, так сказать. Ну, мне нужно... А, уже вот это построили? Вы молодцы. Тогда вот это улучшение делаю. И сюда нанимаем людей, соответственно. Может быть, кто-то скажет, опять же, что раздаю большие зарплаты. Но это важные здания, которые нам нужны. Что там брокер у меня горит? Получить инструмент режима? Ну, это чушь полная, конечно. Мне бы лучше, конечно, заданий. Каких-нибудь вкусных. Что здесь у нас? Ну, вот саботаж, да? Ближний Восток. Ну, мне сейчас некогда этим заниматься. Мне нужно, чтобы пираты привозили мне что-нибудь нормальное. Да, вот, в виде ресурсов. Кстати, они сейчас должны вот очень скоро завершить рейд и что-нибудь завести. Потом они поедут за чертежом и за деньгами. В принципе, 10 тысяч это нормально, если мы получаем по 10 тысяч. И чертежи еще бесплатные. Слушайте, может быть, нам нужно это как-то попробовать побольше поставить раз? Ну, давайте два раза поставим. И дальше уже пойдет у нас всякое разное по грабежу. Вот давал бы мне брокер такие задания, я был бы очень счастлив, потому что... Ну, потому что я бы был бы очень счастлив. Значит, что у нас касается радио. Радио заработало. Здесь есть канал 1. Снижает уровень свобод, но одобрение граждан, работающих поблизости, каждый раз, когда они идут на работу, с какой-то вероятностью увеличивается. С какой, мы не знаем. Я это подрубаю дело. Здесь у нас сейчас тоже стройка идет. Ну, 34% пока что. Ну, вот рейд спасения. Блин, ладно, я приму пока, но, конечно же, выполнять не планирую. Вижу, что все начало производиться. Здесь начали производиться автомобили, и уже какое-то количество произвело. Здесь была электроника. Я так понимаю, ее уже забрали, наверное. И да, отвезли вот сюда. Слушайте, с электроники нормально выходит. Я считаю, что это правильное вложение. В общем, радиостанция здесь работает. Давайте к этой обратимся. И скажем ей, что, пожалуйста, канал 1 тоже на тебе денег. Не пожалею здесь бабла, потому что это тоже важное для нас сейчас здание. 33% пока держится. Здесь что-то горит. Это надо, конечно же, тушить. Потому что иначе пожарные это будут делать очень долго. Блин, не хватает чего-то. Ну, не хватает стали, это логично. Не буду ставить никакой дополнительный маршрут для компаний-перевозчиков. Пускай этим занимаются регулярно самостоятельно. Я уверен, что у них получится. Тем более, там теперь новые появились. И они должны помогать завозить. Что будем дальше-то делать? Давайте подумаем все-таки над музеем детства. Это еще один такой вариант пропаганды. Я куплю, пока построить не смогу, к сожалению. Минус 7 тысяч. Подвозят ли бабло? 14 здесь. Здесь у нас 16. Ну, надеюсь, что в минус мы сильно не вылезем. Кстати, 34%. Вроде более-менее что-то получается. Ну, прыгает туда-сюда. Видите, опять 33. И я уверен, что будет падать. Тем более, людей постоянно новых завозят еще к тому же. И люди у нас селятся на улицы. Что тоже не очень хорошо. Дайте мне какой-нибудь охренительный торговый путь. Вот мне сейчас это точно необходимо. Я бы очень хотел бы что-нибудь вам продать. Прям по большой цене. Вот, блин, фейерверки. Конечно же, я их не произвожу. Они как будто знают, вот, на самом деле. Слушайте, пока ничего не обновилось. Попозже заглянем чуть-чуть, буквально. Потому что, ну, такое себе сейчас. Что можно сделать? Построить все-таки музей детства. Во-первых, музей детства будут посещать не только обычные люди, но и туристы, насколько я понимаю. Слушайте, ну вот здесь он смотрится вроде как бы и неплохо. Давайте вот сюда его поставим. Мне нравится это место. Может быть, наверное, он лучше бы был бы в центре. Знаете, что я хотел еще проверить? А нет ли такой темы, что нам нужно больше угля? Все ли хорошо с углем? Ну, вижу, что нормально. По 600 где-то в каждом здании. То есть, в целом неплохо. Ладно, вот здесь высокий приоритет по строительству. Здесь тоже все есть, да? Табак. По 2000 табака стало. А чего так много-то? Почему так много? Охренеть. И вот тут напрашивается вопрос. Не хочу ли я добавить еще одно здание для производства табака? Ну, на самом деле, стоит помнить, что у нас появились гидропонные плантации, которые будут, во-первых, намного меньше по размерам и не будут зависеть от земли, на которой они расположены. И в дальнейшем мы сможем здесь добавлять всякое разное. Надо будет это все перестраивать. Пока что сейчас задача не вылететь как бы с поста. Это очень важно. И посмотреть, что у нас здесь происходит. У нас ничего особо не появилось, да? Я правильно понимаю? Да, все осталось как и было. Но сигары я не хочу брать. Эти сигары всего лишь 9%. Ну, вот такие задания мне нравятся. Можно почаще, пожалуйста, экспорт? Я хочу выполнять. Что у меня, кстати, с кем экспорт? Ну, с Россией нету. Сейчас мы что-нибудь выберем с вами. Да как выполним? Есть Россия что-нибудь нормальное? Батарея. Понял тебя. Кукуруза. Понятно. Рыба. Ну, не знаю, насколько мы сможем. Ну, будем ждать тогда что-нибудь, связанное с Россией. Здесь, кстати, уже 31 тысяча. Это мне нравится. Здесь 28. Видите, перевозчики решили вопросы. И это здорово. Несомненно, это здорово. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь колония-поселение идет нахрен. И давайте посмотрим, может, все-таки опять что-то обновилось. Слушайте, как-то не обновляется ничего. Там, по-моему, можно что-то стимулировать торговлю, да, из брокера выбрать. И, соответственно, таким образом что-то добавить. Слушайте, очень много табака. Я вот думаю, может быть, все-таки добавить. Сколько стоит-то? 13 500. 13 500. Ну, вроде как бы можно и добавить. Я тогда сносил, да, здесь здание. Или мне показалось? Ладно, пока не буду торопиться. Пока оставлю денежку. Кстати, а что у нас по поводу указов и исследований? Пока еще не изучилось. Но я хочу это сделать обязательно. Ибо штука вроде неплохая. Так, еще подъехали денежки, да? Нет. Нет, подъехали. Слушайте, 45 000. Ну-ка, погодите-ка. Ну-ка, погодите-ка. Ну, еще один автомобильный завод, наверное, все-таки нет. Давайте паузу я поставлю. Выйду и посмотрю, что у меня вот здесь. Золото 387. Да, и пластмасс как бы очень много. Электроника штука не дешевая. И в целом этим можно поиграться. Я не знаю. Либо пойти куда-нибудь в другое направление. Что у нас еще открыто? Ну, есть производство сока. Здесь электричество. Сколько электричества осталось? 82. Но это без учета, что зарплату можно поднять. Вот это можно сделать. 80 энергии. И это производится из нефти. Но стоит дорого. Сволочь такая. Блин, я пока не могу определиться. Дайте я чуть-чуть подумаю. Я знаете, что подумал? Пока не придумал я, куда потратить 40 тысяч. Я возьму и вот счетов вот таких поставлю. Они, в общем, у проезжающих увеличивают одобрение. И так как у нас здесь много людей катается. Давайте ему вот здесь особенно много людей. Вот здесь много людей, да? И где-нибудь в городе еще. Ну, вот смотрите, вот здесь точно люди ездят. Вот здесь они ездят. Давайте вот сюда приделаем. Ну, и может быть, куда-то вот сюда. И одну вот сюда я поставил бы. Да, немножко потратился. Но, блин, это хоть какая-то возможность повышать одобрение. Я не знаю. Может быть, сделать пару жилых строений. Значит, что мы знаем? У нас есть квартиры, которые для... Они, во-первых, хорошего качества. И они для обеспеченных. У нас есть многоквартирные дома, которые для нищих, так скажем. Но они чуть ниже качества. Соответственно, вот эта квартира, она перестраивается потом вот в такой многоквартирный дом. Но сначала нужно электрифицировать это здание. И тогда только у нас что-то получится. Какой уровень, так скажем, занятости у нас у тех, кто бездомен? Бедных 41 человек. И я думаю, что их огромная часть... Слушайте, богатый бездомный. Интересно. Их огромная часть у нас находится вот здесь. Да, то есть, есть смысл построить парочку квартир. Цена вопроса 3500. 3500? Ну, я думаю, что можно. Давайте раз. Блин, не знаю. Вот сюда не очень хочу строить. Сюда не вылезает, да? Сюда тоже не очень хочу строить. Куда-нибудь надо еще построить. Ну, давайте... Блин, не помещается. Не помещается. Хочется... Хочется как-то их ближе к друг другу поставить, наверное, и не париться. Ну, можно поставить здесь, типа, и забить. Ну, давайте сделаем вот тут. Хорошо. Будут жить прямо напротив нефтикачалки. У нас есть богатые. Че хотят богатые? Безопасное поместье. Жители должны быть минимум богатыми. Стоит оно не так дорого. Давайте разблокируем. И построим его куда-нибудь. Это богатое поместье. Погоди-ка, оно электричество кушает? Нет, не кушает. Все нормально. Можно строить. Единственное, что куда. Слушайте, ну вот напрашивается еще раз по деньгам. Забываю все время. 1650. Ну, согласитесь, это фигня. Выглядит неплохо. Кстати, у него есть бассейн. Какая-то печь. Или что это? А, это бункер, типа. Прикол. Наверное, вот это вход. Да, логично же предположить. Ну, давайте раз. И давайте два тогда сделаем. И еще у нас бабосик остается. То есть, получается, мы сейчас пытаемся разные слои населения поселить. Если мы говорим про вот эту штуку, здесь какая разница по количеству людей? Тут вмещается 10, а здесь 16, да? Угу. То есть, можно пока что построить парочку квартир, да, например. И потом их уже перестроить в высотке. Давайте сделаем две квартиры. Это тоже не так много по деньгам. Пока что вот так дорогу проведу. Здесь не буду проводить, потому что не понимаю, насколько мне это надо. Ну и снимем с паузы, пускай развлекаются. Короче, я нашел здесь, смотрите, чего. Я нашел сигары. У нас есть сигары? Нету. Есть одежда. Одежда с России. Нам нужно задание выполнить. Сколько вот это стоит? 5 тысяч? Блин, давайте возьмем. Может быть, это нам только на руку будет. Ну, потому что есть сигары на 25%. И сигары на 25% мне очень нравятся. Я, наверное, соглашусь и возьму даже побольше, чтобы... Ну, потому что разница, да, 11500 за единицу, либо 14. Есть же. Поэтому я соглашусь прям вот так. Пускай будет большая партия, которую мы продадим. Здесь 25 тысяч накопилось. Здесь у нас 8 тысяч. Ну, пока что держимся. Здание заказали нормально. Здания должны нам помогать, я надеюсь. Ну, у нас есть еще пару тузов в рукаве, поэтому переживать я не планирую. Значит, больница, инструмент режима. Вот видите, есть отношение с фракцией. Плюс 10 к верующим. 5 тысяч в швейцарском банке. Короче, надо строить министерство или надо строить, знаете, что? Надо строить вот такую вот штуку. Жилое строение высокого качества вмещает одного человека. Жители должны быть лидерами фракции и платить арендную плату напрямую в швейцарский банк. И мне вот это нравится. Я бы такое попробовал. Кстати, я совсем забыл, что у нас появился музей детства. Что у нас тут есть? Производство повышается на 20. Это строение требует 40 мегаватт. Его предпочитают туристы и дети. А что касается вот этого? Правда и ничего, кроме правды. При базовой производительности действует постоянный бонус к отношению консерваторов к вам в размере 10. Я не очень понимаю, мне это помогает или не помогает. Как мне это понять? 57. А, ну слушайте, нормально. Было очень мало здесь, кстати. У меня с милитаристами беда. Знаете, что я подумал? Мне задание надо выполнить. Смотрите, эскадра дронов. Давайте посмотрим, что это по деньгам вообще. 6 на 12. И есть еще центр кибероперации. 9 на 18. 150 электричества. 50 электричества. А у нас с вами электричество, напомните мне, 82. Так, есть уголь-то? Что-то с углем какая-то проблема, да? Блин, я, наверное, себя обезопасу от вот таких ситуаций. А если вот это строить? Блин, 50 энергии, это слишком дорого. У меня вот здесь уголь есть. Я его уже давно приметил. Я поставлю сюда парочку вот таких шахт. Я понимаю, что рядом с городом. Но, как мы помним, у нас тут вариантов не особо много. Просто проведу сюда дорогу. Дорогу переделать всегда можно. Ну и надо, наверное, сейчас не борщить с количеством зданий, конечно. Но вот это я бы выполнил. Еще разочек. Давайте посмотрим, что у нас получается. Эскадра дрона, где она там? Она стоит 6 для разблокировки. Пока разблокирую, строить не буду. Потому что не хочу сразу уходить в сильный минус, чтобы, соответственно, не проиграть. Ну что могу сказать? У нас на носу выборы. И как бы поддержка 42% отрицательная. 29% положительная. Пока что расстраиваться не планирую. Давайте попробуем сделать удовлетворение развлечениями. Фракции дадим хвалу милитаристам. И обвиним сверхдержаву никакую. Улучшать мы будем с вами. А если ничего не выбирать, что будет? Может быть не надо ничего выбирать? И тогда я никого не обломаю. Я думаю, что это хороший вариант. Давайте попробуем так. Ну понятно, что мы произносим речь. Это все замечательно. Мне нравится, конечно, здорово. Но сейчас у меня цель не отъехать. Что у меня здесь по деньгам? 4 тысячи. Не очень активно завозим. А сейчас смотрим. 4 300 и 5 400. Понял вас. Здесь как дела? Здесь уже 18. Нормально. Это хорошо, когда вот так. Здесь все еще 5 400. Что-то у меня резко они затупили все. И не привозят товаров. Но здесь все еще тоже 18. Не очень это хорошо. Мне такое не нравится. Ладно. Будем надеяться, что все-таки сейчас все будет хорошо. И мы не отъедем от количества денег. Как минимум. Потому что это сейчас может стать проблемой. Ну вот там 27. Видите, завезли. Мы можем также сделать с вами следующее. Но это я сделаю чуть-чуть попозже. Мы можем издать указ, который нам позволяет осуществить прием. Где это было? Вот оно. И соответственно к нам придут ребята из разных фракций. Попросят разные всякие задания. Я думаю, что это тоже как вариант. Так, корабль, приезжай давай. Потому что у меня минус 30 с вами. Охота за сокровищами выполнена. А где десятка моя? Погодите-ка, погодите-ка. А там случайно нет такого, что это рандомно? Мне дали чертеж грузовой аэропорт. Ну-ка дай почитаю. Случайно дает. Все понял. Все понял. Ну блин, без вариантов. Надеюсь, что в следующий раз десятку привезут. Ну грузовой аэропорт может быть тоже неплохо. Так, 42 тысячи отсюда. Отсюда в 11. Ну пока не очень хорошо. Но все-таки плюс 5. Нам надо построить бы вот эту хрень, которую они просят. Где пожар у нас? Давайте тушить. Вот здесь тушим, конечно же. Ну я говорю, я издам указ, если что. Здесь я не парюсь. Кстати, по поводу указов. У меня исследование завершено. Я совсем забыл, что планировал сделать вот что. И сдать как раз указ, который нам дает автостраду. Соглашаемся. 600 это не так много, но скорость проезда по дорогам будет увеличена. Это нам сейчас очень нужно. Недостаточно поддержки. 12 месяцев до выборов. Мы в принципе все это понимаем, осознаем. Здесь уже 17 тысяч накопилось. Здесь 30-ка. Неплохо. Дайте мне побыстрее это все дело. Кстати, сколько бездомных у нас? Ну 76. Давайте-ка проверим, как там богатые заселились или не заселились. Заселились здесь, есть, здесь есть. И то есть, если мы зайдем в бездомных, то увидим, что богатый еще один бездома есть. Ну ты зря, конечно, так, братишка. Вот бедных еще дохренища. Банкротов так вообще. Ну понятно, что банкротов много. У них, наверное, и работы особо нет. Хотя странно. Вроде 8 безработных, а банкротов 12. То есть, тоже непонятно, как это работает. Так, дайте мне денег, короче. Вот что я вам скажу. Вот 27 здесь. И здесь 30-ку. Да, я так понимаю, вы сейчас меня организуете. Я планирую эти денежки потратить. И желательно завести сюда еще, конечно, товаров сразу для следующего корабля. Да, всего лишь 30 тысяч. Мало, очень мало. Но мне нужна эскадра дронов для того, чтобы сейчас добиться поддержки. Я прямо здесь высочайший приоритет ставлю, чтобы они как можно быстрее подъехали и построили. Задача выполнена. Милитаристы довольны. 31% вернули. Это уже хорошо. Все равно здесь, конечно, 40. До конца выборов 5 месяцев. Ну и я говорил, что туз в рукаве-то у меня присутствует. Я планирую его использовать. Ничего подтасовывать мы не будем, само собой. Мы будем действовать за счет того, что у нас есть. Сейчас, наверное, 3 месяца останется. И мы проверим, сколько денег. 27 тысяч еще завезли. Молодцы. Но почему-то... А вот, денежка поступила. Автострада достигает первого уровня. Давайте посмотрим, как это выглядит. Главное, вот это не упустить. На 20% стоимость указа уже 500. Ну вот, плюс-минус то, о чем я и говорил. У нас есть 14 тысяч. Торговый путь с Россией мы должны будем вот-вот завершить. Я правильно понимаю? Или неправильно? Ну, плюс-минус правильно? Там потихонечку мы к этому двигаемся. Смотрите, плюс 82%. Вот это хорошо. На мясо. Но мы как бы мясо не особо делаем. Вот сыр тоже прикольно. Ну надо, надо, короче, расширять количество контрактов. И этим пользоваться, чтобы у нас было бабло. Давайте-ка поедем вот сюда. Мы сюда приедем. И посмотрим, с кем мы не очень хорошо дружим. Вот верующие. Я говорю вот этой барышне. Не хочешь, чтобы я тебя подкупил? Она, наверное, не против. Пятерочку я туда засылаю, и мы надеемся, что она все-таки нам немножко одобрения повысит. Остается 3 месяца. Говоря, что не хватает электричества. Мне кажется, что это вранье чистой воды. 32 мегаватта еще есть. Так, остается 2 месяца, и пожалуй, я поехал в указы. Что я делаю? Я нажимаю на кнопочку сокращения налогов. Стоимость указа за каждого работающего жителя. И это достаточно дорогая история относительно. Но, тем не менее, мы сейчас должны снять паузы и увидеть 47 на 26. Вот таким вот образом эти выборы мы с вами должны выиграть. Могу поздравить вас с победой. 497 на 293. Конечно, не уж так это и просто нам достается. Что у нас там получилось? Охотники за сокровищами, финансировать исследование запрет лампочек. Ну, короче, бредятина собачья, если честно. Это в трандом. Лучше бы просто денег давали. Правда. Чертеж, конечно, здоровый. Некоторые чертежи, возможно, даже дороже могли бы стоить того, что я бы залутал с продажи товаров. Но, тем не менее. Так, пожар где? Вот здесь. Ну, давай потушим. Ладно, это хибара. Мне сейчас это не очень интересно. Что мы можем сделать? Пойдем сюда. Да, здесь, видите, всего много, но такое себе. И пойдем вот сюда. Что здесь? Милитаристы плюс 2. Давай вот так нажмем. Поставим им лайк, так сказать. И все-таки мне бы очень хотелось бы попробовать что-нибудь сделать вот с этой вот штукой, с официальным проживанием. Но нам нужна тогда электроэнергия. Я, наверное, пока не готов тратиться на атомную электростанцию. Мы не настолько встали на ноги, чтобы себе это позволить. Здесь 43 тысячи, кстати. 43 тысячи. Ну-ка, а если я вот здесь заплачу побольше? Нас становится 122 мегаватта. Здесь заплачу 158. И в целом, в целом, сейчас подъедет бабло. Замечательно. Закрепили результат. И разблокируем вот это здание. То есть теперь мы можем заселить к нам лидеров фракций. И получать небольшой процент на швейцарский счет. Единственный вопрос, куда их заселить-то лучше? Может быть, их куда-то в сторону, вот сюда типа бахнуть. Ну а чего вам здесь? Смотрите, какое место живописное. Можете здесь жить? Мне кажется, нормально. Давайте пока на паузе только поиграем, чтобы игра мне тут не начинала без меня играть и тратить мое бабло. Так, как отсюда можно съехать-то? Можно съехать прям вот так. Отлично. Ну, мне кажется, живописное местечко. Мне кажется, что им понравится. Что-то они как бы, ну, лидеры фракций все-таки. И пускай здесь живут. Давайте пробовать. Маленькие домики. Электричество здесь есть. Вот с видом прямо на пруд. Если можно его назвать прудом. Сколько у нас лидеров фракций? Получается много. Давайте начнем с трех домов. Посмотрим, как это вообще будет работать. И потом уже посмотрим, как действовать дальше. Наблюдается следующая проблема. Это каучук. Напомните-ка мне. Вот здесь у меня нет ни ферма, а плантация. Вот здесь у меня как с каучуком. Ну, так себе. Надо уже перестраиваться. Надо уже перестраиваться в гидропонные. И, в общем, конечно, я бы хотел бы это сделать. Но это электричество. Строить ли сюда пока что? 59%? Ой, не знаю. Ой, не знаю. Ну, давайте построим. Ну, мне надо хоть что-то получать. Какой-то хотя бы каучук. Потом будем переделывать. Можно их просто будет апгрейдить. Но я так понимаю, что это стоит столько же, сколько построить новую. Или я неправильно понимаю. Гидропонная плантация. Ну, чуть-чуть дешевле на 200 долларов. Мне проще их будет снести и перестроить нормально. 17 тысяч есть. Поддержка вроде присутствует. Конституция горит, что я могу что-то поменять. Но я, конечно же, этого делать не хочу. Давайте закончим вот это вот задание. Спасение идет нахрен. И мне нужно какой-нибудь контракт поймать. Еще один вкусный. Потому что денежка нам сейчас нужна. Пока не совсем понимаю, почему они не селятся сюда. Да, достаточно странная история. Вообще должны были бы. Может быть, им там не очень нравится в плане местности. Я не знаю. Я не знаю. Лидеры фракции должны сюда заселиться. Как вас сюда засунуть-то? Идите. Идите. Там классно. Право гордиться. Арендная плата повышается. Ну, то есть, мне никто не платит, да, теперь? Охренительно. Охренительно. Ну, ладно. Может быть, попозже заплатят. Ну, на самом деле, надо еще министерство построить, чтобы разные всякие возможности у нас были. Качество работы 85-16 тысяч стоит. Попозже чуть-чуть построим. Сейчас я его просто разблокировал, чтобы уже была такая возможность. Ну, вот с Каучуком у нас беда. Это меня расстраивает. Автомобили не производятся. Короче, вот что я придумал. Я сейчас отменил вот эту вот штуку. И, наверное, я прям произведу сейчас одну ферму новую. Могу? Сколько электричества? 30. Ну, 30 электричества у нас как бы есть. Вот здесь она будет первая. Только я выбрал, да, конечно же, кукурузу. Я молодец. Но нам нужен Каучук. Видите, им совершенно пофигу, где строится. А, и деньги закончились. Ну, классно, здорово. Ладно, сейчас деньги подвезут, и я построю ее. Потому что должны вот-вот будут что-нибудь подвезти. 42 тысячи, между прочим, здесь. Кстати, Каучук тоже подъехал. Там пока что 7 тысяч. Но все равно, все равно надо делать сейчас Каучук срочно. В ближайшее время прямо. Отлично. Гидропонная плантация. Еще разочек. Каучук вот здесь появись, пожалуйста. Будем ли вторую строить? Тридцатка. Энергии 114. Наверное, не буду я борщить пока что. Оставлю на что-нибудь другое. Мне интересно, а как заселить-то этих господинов? Ни хрена никто сюда не хочет селиться. Давайте быстрее заходите туда. И дайте нам возможность, наконец-то, получать что-нибудь на швейцарский счет. Удивительно, правда, что сталь находится так далеко. И все равно, как бы, сталь всегда есть. А вот Каучук нет. Ну, сейчас будем исправлять. Вот гидропонная ферма заработала уже. Поэтому все должно быть хорошо. Поддержка держится в районе 40. Уверен, что она еще будет падать. О, автострада достигла нового уровня. Давайте глянем, как это выглядит. На 25% стоимость 350. Вот это нормальная тема. Вот это мне нравится. Я, пожалуй, построю еще одну. Ну, конечно же, Каучук. Вот так вот. Может быть, этих даже освобожу от своих обязанностей. Только чуть попозже. Но вот эту можно сейчас. Здесь, как бы, нет ничего. Нахрен она не нужна. Пускай работают на таких уже. Это намного привлекательнее для них. И намного быстрее для нас в целом. Это дает, соответственно, ресурс. Что здесь? 16 тысяч. Здесь у нас, как дела? 9 тысяч. Но пока мне не нравится. Дайте мне денег, чтобы я построил министерство. И объясните мне, пожалуйста, какого хрена сюда никто не селится. Может быть, я должен как-то с ними поболтать? Давайте пройдем, посмотрим. Ну, вот, например, вот ты. Чего скажешь? Не хочешь ли ты куда-то поехать жить? Поместить в психбольницу? Арестовать? Отправить в космос можно его? Ну, такое мне не нравится. Капиталист радикально. Никаких преступлений. Никакого мусора чудесно. Можно провести эксперимент. Давайте мы построим еще один такой дом. Когда у нас деньги появятся. Но в черте города. Возможно, им больше нравится жить просто именно там. Денежка появилась. Поехали. Официальное проживание. Едем сюда. Ну, и куда-нибудь приделаем сейчас. Если не заселиться, я расстроюсь, конечно. Только куда? Сюда не хочется. Здесь, кстати, место для парков осталось. Может быть, стоит этим заняться. Но здесь нет смысла, потому что те дома слишком рядом находятся. Ну, давайте вот сюда я поставлю. Кстати, насчет парков. Может быть, парочку парков-то и не помешает. Тем-то хорошее. Вон здесь какая грязища, да? Понимаете, о чем я? Давайте вот так вот бахнем пару парков. Вот сюда какой-нибудь парк. Видите, здесь какая красная хрень. И вот это вот я хочу еще тоже сделать. Вот здесь. Вот так. И еще один маленький сюда влезает. Здесь, наверное, надо убирать вот это и вот это, да? Правильно я понимаю? Инженерную компанию в том числе. Потому что они немножко загрязняют всю эту нашу историю. Что у нас там? О, погодите. Они заселились. Стопэ. Стопэ, стопэ. И сколько я получаю? Уровень достатка банкрот. Чего? На пути к официальному проживанию. Достаток образования. На пенсии. А какого хрена-то? Какого хрена это так работает? Что мне нужно сделать, чтобы сюда все-таки заселить именно лидеров фракций? Я не очень понял. Короче, у меня тут спровоцировать восстание. Я не знаю, почему сюда заселились какие-то старперы. Блин, ну как бы нет. Старость надо уважать, несомненно. Я просто немножко не для них строил. Ладно, я еще один сделаю. Может быть, я что-то не понял. Просто повышает уровень красоты в ближайшее окружение. А здесь что? Ну, здесь увеличивает количество денег. Ежемесячный доход ноль. Вообще не понял. Вообще не понял, как это работает. Немножечко жаль потраченных денег. Ну ладно, не от всего сердца. Может быть, все еще наладится. Непонятно. Надо какое-то еще производство хотя бы одно построить. Было бы, конечно, очень классно. Это что такое? Фабрика шаров. А у меня что, уже она разблокирована, что ли, хотите сказать? Нет, это просто инструмент режима. Само здание у нас еще не разблокировалось. Так, давайте-ка каучук, пожалуйста, завозите. Ну вот отсюда явно забрали. Да, вижу, что подвезли. Как у нас здесь дела? Золота хватает? Хватает. Энергии хватает? Хватает. Плюс 54 пока что есть. Держится. Я хочу вот засечь. У меня есть 1502 доллара вот здесь. И, ну-ка, вот, например, отдых. Вот лидер фракции. Это непонятно кто. Это может там муж какой-нибудь. Блин, вот это, короче, зря я сюда походу построил. Давайте-ка я тогда подснесу. Потому что энергию хавает. Денег никаких не дает. Поставлю им здесь какие-нибудь домики. Я понимаю, что я денег потратил. Но энергия мне сейчас нужнее. Надо еще за деньгами следить. А то что-то мы как-то в минус с вами ломанулись. И не вылезаем из него. Возможно, придется указ использовать. Ну, тут, видите, еще автомобили не делались. Поэтому, в принципе, понятно, по какой причине это происходило. Надо следить. Полтинник будет. Все, сразу до свидания. Мое почтение, как говорится. Корабли у нас любят долго швартоваться. И вот еще никто не едет. Он только здесь. А у нас уже 30. Но если сейчас как бы приблизиться к 40 с чем-то, я, конечно же, нажму кнопку. И пошли они нахрен, если честно. 36. Ну, давай, братик, пожалуйста, швартуйся вот сюда. Потому что тут как бы каждая минута дорогая. И я очень боюсь проиграть. Если честно, 43 вроде успеваем. Тут 35. А тут что? Тут 29. Нормально, нормально. Вот поддержка упала. Может быть, я там выгнал лидера фракции случайно. Я не хотел. Сколько мы денег-то за это получаем? Ежемесячный доход. Право гордиться. Затраты на обслуживание? Ну и чё? Да, 1878 стало. Слушайте, действительно деньги дают? Дайте только мне обычных денег теперь, чтобы я мог их использовать для постройки таких зданий. Контрактик выполнили. Поехали что-нибудь искать. Сколько места? Одно свободное. Хорошо. Нефть морепродукты с России, кстати. Плюс 61. Мы просто не так много этих морепродуктов производим. Но мне нравится. И может быть, начать их производить? Давайте согласимся. Знаете, что у нас есть? У нас есть возможность строить такую штуку, которая называется рыбхоз. Стоит она немного и немного энергии кушает. И я бы с удовольствием бы вот отказался бы вот от этого уже барахла и заменил бы полноценно их на вот эти штуки. Выращивает просто рыбу и все. И вот эти, господа, нам тут как бы не нужны. Как вам такая идея? Я думаю, что идея хорошая. Единственное, что стоит 8. Пока немножечко подождем. Не хочу сильно уходить в минус. Что-то я никак не могу путь торговый завершить. Ядерные испытания тоже идут нахрен. Сколько здесь? Смотрите, 2000. Нормально. Инструмент режима. Понятный инструмент режима. Надо ячейки пооткрывать. Блин, отношения вот только не со странами, со всякими разными фракциями меня, конечно, бы устроили. Может быть и зря я там подснес. Сколько денег-то здесь? Вот 31 тысяча. Давай, завози. Мы сейчас, наверное, с вами построим что-нибудь. О, и контракт выполнили. Кайф. И задание выполнили. Вообще нравится. Препараты сахар-уголь, украшения уран-хлопок, шары. Ну, короче, какая-то очередной раз шляпа, но... Что-то выбрать, наверное, надо будет. Но только чуть попозже, потому что сейчас ничего нет. Бесплатный случайный черчеж. Хочу доставки беспилотника. Ну, пускай будет. Значит, появилось 26 тысяч, и я поеду, наверное, что-нибудь построю. Давайте все-таки вернемся к тому, что мы вот эти домики поставим. И поставим их, наверное, вот здесь. Давайте раз, давайте два, и давайте три. Я не уверен, что у нас столько лидеров фракции есть, но если посмотреть и посчитать, то тут их сколько получается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. В скобочках восемь, на самом деле. У нас пока получается пять. То есть еще три надо построить. И тогда все будут довольны. Ну, я сделаю это чуть попозже. Сейчас это не к спеху. В целом, я думаю, что можно серию завершить. Я буду это делать именно на паузе, потому что не хочу сейчас лишние деньги во время болтовни потратить. Думал, что будет хуже, но вроде получилось как-то выкарабкаться. Нужно ситуацию улучшать однозначно, и мы этим дальше будем заниматься. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok